Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художника. Их автобиография. Франсуа Агюст Биар. Французский художник. Родился в Лионе 29 июня 1799 года. Хотя родители хотели, чтобы он стал священнослужителем, большую часть времени он учился рисовать. Начав с работы на обойной фабрике в Лионе. В конце концов он смог поступить в школу изящных искусств, где работал с пиром Ревуалем до 1818 года. Затем учился у Флери Ришара после того, как тот занял пост директора. Я пользуюсь переводной Википедией. Его учеба была, однако, эпизодической и многому он научился самостоятельно. Поэтому его часто называют самоочкой. Путешествовал по Италии, Греции, Ближнему Востоку. Первая выставка в Салоне в 1824 году была хорошо принята. В том же году архиепархия заказала четыре картины бывшим ученикам Ревуаля, включая Биара. В 1827 он снова отправился в путешествие, посетил Мальту, Кипр, Египет. Позже он заучился поддержкой июльской монархии, которая приобрела несколько его работ. В 1838 году он был награжден Орденом Почетного Легиона. В 1839 участвовал в научной экспедиции под руководством Жозефа Поля Гаймара, которая отправилась на Шпицберген и Лапландию. К нему присоединилась его невеста, писательница Леони де Оне. Его эскизы послужили источником вдохновения для создания четырех больших панно в Национальном музее естественной истории. В 1840 году он женился на Леонии. Три года спустя она стала любовницей Виктору Юго. В 1845 году она была поймана с ним в отеле. Была арестована за супружескую измену. Была доставлена в тюрьму в Сен-Лазар, отсидела там два месяца и была отправлена на попечение женского монастыря. Брак был признан недействительным в 1855 году. Около 1858 года художник провел два года в Бразилии, где работал при дворе императора Педро II. Ему предложили должность преподавателем императорской академии изящных искусств, но он отказался, предпочтя продолжить свои путешествия. Перед возвращением во Францию он объехал Северную Америку и написал несколько сцен, изображающих рабство. Его картины на анекдотические сюжеты пользовались популярностью у салонной публики и иногда его критиковали за то, что он вставлял юмор в серьезные картины. Биар умер 20 июня 1882 года Самуа Сюрсен, Франция. Ну вот так вкратце о художнике, французском художнике Франсуа Агюс Биар. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.